Если в течение 7 дней применяете эту методику, то вы почувствуете значительное улучшение. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете о причинах гинекологических заболеваний и с помощью чего можно избавиться от них. И не забудьте забрать свой подарок после просмотра этого видео. Меня зовут Олег Руснак, я являюсь психологом и психотерапевтом. В этом видео речь пойдет о заболеваниях молочной железы и органах репродуктивной системы. Знаете, почему я связал репродуктивные органы с молочными железами? Потому что они имеют как психосоматическую, так и физическую связь. Если патология обнаружена в груди, то удалив ее вопрос не решается и сама причина может проявиться в гинекологических заболеваниях. Или наоборот. Давайте разбираться в этих причинах, где они находятся и как или чем были образованы. Список гинекологических заболеваний достаточно длинный и многие заболевания из этого списка попадают в список смертельно опасных болезней. Многие заболевания носят грибковый или вирусный характер, создавая дискомфорт и стрессовые симптомы. Отчего стоит коллективное поле сознания, из которого каждую секунду человек узнает что-то ужасное касательно этих болезней? И это еще больше ужасает и угнетает людей в этом быстро меняющемся мире сюжетов и их переживаний. Я бы сказал, что именно из коллективного поле сознания львиная доля негатива в виде страха и безысходности оседает в умах человеческих. Информация об особо опасных болезнях, вызывающих опухоль и затем смерть, влияет на сознание людей смертельно. Ибо многие люди верят в коллективное поле сознания в лице всего, что человек до этого слышал о подобных заболеваниях, не способен сопротивляться болезням. Я уже не говорю о том, чтобы себя мотивировать на выздоровление. На самом деле, сила человека проявляется тогда, когда его уши закрыты в момент подъема на вершину своей цели или своих желаний. И закрыты они, потому что человек имеет свои взгляды и свои убеждения, свои правила, свой опыт и знания. И ему незачем слушать тех, кто только подливает масло в огонь. Те, кто неустойчиво в своих убеждениях, ищут их в коллективном поле сознания. И тут уже как кому повезет, кто найдет эти знания, а кто нет. Если говорить о причинах заболевания молочной железы, то она лежит в плоскости отношений с женщиной, со своими детьми или со своей мамой. И сейчас я вам хочу провести ассоциативный пример, который вам даст понять, как рождается болезнь. Представьте фильтр, который регулярно через себя пропускает потоки воды и очищает ее. Если вода грязная, фильтр тоже со временем становится грязным. То есть песчинка за песчинкой накапливается и со временем в фильтре создается грязное образование глины или железа, что значительно затрудняет работу фильтрации воды. И такой фильтр нужно будет менять. То же самое происходит и с человеком. Представьте, что человек, то есть наше физическое тело, это фильтр. Только он не выглядит как цилиндр, а в виде человека. Каждую секунду наше тело, как фильтр через свою плоскость от головы до ног, пропускает энергетический поток в виде мыслей, эмоций и убеждений. Этот поток, как энергия, проходит через наше тело, и та энергия, которая не соответствует энергетическим настройкам тела, не проходит сквозь наше тело, то есть фильтр. То есть песчинка в виде какой-то мысли или эмоций застревает в какой-то области нашего тела. Это могут быть органы или кости, это может быть все, что касается нашего тела. Таким образом, песчинка за песчинкой, как эмоциональная грязь, останавливает работу органов или систем в человеке, что затем приводит к замене фильтра, то есть биологическая смерть. Давайте разберемся, что не пропускает женская грудь на уровне энергии. Причины мастопатии находятся в отношениях с детьми. Поскольку женская грудь в первую очередь предназначена для кормления, то наше внимание направлено именно на детей. Мама, которая очень сильно заботилась о своих детях, забыла о законах Вселенной. Дети рано или поздно вырастут и начнут свою жизнь, и их нужно будет отпустить. И большинство болезней молочной железы является результатом неотпускания своих детей, то есть энергетическая пуповина не обрезана. Мама до сих пор все контролирует, беспокоится и переживает. А больше всего ее подсознание переживает за то, чтобы ее дети выросли достойными в рамках ее видения. Образуется конфликт между достойными рамками детей и мамой. Если дети не вписываются в достойные рамки мамы, то она по-своему начинает страдать. Она может обижаться на детей, злиться, ненавидеть. Да, и такие бывают. Или чувствовать вину, что, мол, недовоспитала. Особенно страдают этими заболеваниями гиперопекаемые мамы. Гиперопека – это не свобода. Это привязка и нежелание отпустить своих детей. И если дети не звонят или подолгу не разговаривают с мамой, то мама начинает обижаться. А еще хуже, когда дети начинают грубить или игнорировать мамины приказы, будучи взрослыми и имея свои семьи. Получается, все, что застревает в нашем теле, как в фильтре, развивает токсичность. Застряла обида – жди опухоль. Застряла вина и страх – через гиперконтроль жди мастопатию или кистозное образование. Если застрял гнев и недовольство, значит жди нарывок и воспалений. Так какой же выход? Детям нужно передать все самое лучшее, не думая и не ожидая, что когда-то они за это нас отблагодарят. Если так, тогда это не любовь. Дай за дай. Зачастую именно отсутствие этих благодарностей приводит к формированию болезни молочной железы. А что у нас происходит в нижней части туловища? О, там еще больше проблем. Все причины гинекологических болезней формируются в условиях отношений мужчин и женщин. Все женщины, у которых есть опухоли в матке, в маточных трубах или в яичниках – это женщины, очень сильно ревнующие и очень сильно выражающие претензии к своим мужчинам. То есть претензия, что не такой, как бы ей хотелось, является именно причиной опухолей. А сексуальные обиды вызывают воспаление и кистозное образование яичников. Вы спросите, что с этим делать, когда ум не хочет менять свое сознание и освобождаться от привязок и претензий? А я скажу вам – придется. Ведь это один из самых сильных способов осознания и исцеления. Но с другой стороны, я могу вам помочь. И помощь заключается в том, чтобы с помощью эффективных техник убрать эти старые программы обид, чувства вины, претензий и ревности. И на физическом уровне все будет восстанавливаться. Но и вы должны мне помочь. Прослушав ролик, вы наверняка поняли, что если у вас есть гинекологические заболевания, значит через ваш фильтр, тело, многое не прошло и осталось как эмоциональная грязь. И от этого нужно освобождаться путем осознания. Вот в этом вы должны мне помочь. Просто каждый день освобождайтесь от привязок к своим детям, от ревности и от претензий к своим мужчинам. Я же в свою очередь вам предлагаю два оздоровительных сеанса, которые делают невероятные чудеса. Если вы каждый день в неограниченном количестве будете применять эти сеансы, то вы скоро почувствуете значительное улучшение. Могут пройти боли в нижней части живота. Менструальные дни могут безболезненно протекать. Могут рассасываться кисты и уплотнения. Но это произойдет при условии, если вы каждый день, минимум два раза в день будете использовать оздоровительные сеансы. И тогда результат не заставит вас ждать. Если вам понравилось это видео, тогда поставьте лайк и поделитесь им. Если вы хотите регулярно получать самые лучшие видео на самые популярные темы по здоровью, тогда вам нужно подписаться на мой канал. И сделайте это прямо сейчас. Ниже этого видео вы найдете ссылочку. Нажимаете на нее и после регистрации вы получаете два оздоровительных сеанса. Первый сеанс это оздоровление молочной железы. Второй сеанс это оздоровление репродуктивных органов. Если вы выдержите пару недель и будете систематически использовать эти сеансы, тогда через неделю я вам отправлю следующие инструкции по исцелению от гинекологических заболеваний. Обязательно пишите свои комментарии и вы значительно улучшите свою карму. Желаю вам крепкого здоровья и удачи во всем.